ДОНЕЦКОЙ ЧЕРКЕССКА Восточную вершину Эльбру существовали в ауле Карчурт Карачаевского района. Юные шахматисты Айбазовы из Узжигуты пополнили домашнюю копилку наградами с первенства Карачаева-Черкесии по шахматам. Здравствуйте на телеканале Россия 24 Вести Карачаева-Черкесия. В Черкесске вспоминали детей жертв войны в Донецкой Народной Республике. Трагическим событиям, имеющим 10-летнюю историю, было посвящено мероприятие, организованное в Парке Победы региональным министерством по делам молодежи. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхц. 25 августа у малыша поднялась температура, которую родители не смогли сбить самостоятельно. В то время украинские военные никого не пускали в силу, поэтому скорая помощь не смогла проехать дальше по паса и спасти ребенка. С начала боевых действий в 2014 году в Донецкой Народной Республике погибли около 300 детей. Почти одна тысяча были ранены, стали инвалидами. В 2022 власти ДНР установили дату в память о событиях, которые произошли в Горловке 27 июля 8 годами ранее. Тогда жертвами удара ВСУ стали 22 человека, в том числе 4 ребенка. Прошедшее в Черкесской парке Победы памятное мероприятие – еще одно напоминание о трагических последствиях ударов вооруженных сил Украины по мирному населению Донбасса и других регионов теперь уже Российской Федерации. С началом русской весны на Донбассе с 2014 года фашистский киевский режим начал активно обстреливать мирные регионы Донбасса. В целях было понятно, как можно больше жертв среди мирного населения посеять панику и обратить людей в бегство. И в этот день мы чтим память наших маленьких ангелов. Каждый из погибших, маленьких жителей Донбасса, мог бы кем-то в этой жизни стать, реализовать свои мечты, сделать этот мир светлее. Участникам митинга были зачитаны короткие биографические справки о нескольких десятках погибших детей Донбасса. После минуты молчания представители власти в регионе Черкески, члены общественных, ветеранских, молодежных, патриотических организаций возложили цветы к вечному огню. Для нас, для жителей Карачаева Черкесии, молодежи Карачаева Черкесской Республики является крайне важным и необходимым помнить, чтить, уважать, поддерживать. Со своей стороны выражаю благодарность за то, что в рамках данного стихийного мероприятия приняло участие более 150 человек. Глава Республики Рашид Тимрезов в своем телеграм-канале напомнил, что в настоящее время участники специальной военной операции, в том числе из Карачаева Черкесии, отстаивают право жителей Донбасса и других новых регионов России быть со своей родиной, жить свободно, сохранить культуру нашего великого многонационального государства. Артур Мухцер, Ренат Мука, Вести, Карачаева Черкесия. Летом увеличивается количество людей, отдыхающих у водоемов, но не стоит забывать, что реки, озера, разные водоемы представляют собой опасность для укупающихся. Несчастный случай произошел накануне в Черкесске в парке культуры и отдыха Зеленый остров. Во время купания в пруду утонул молодой человек 2006 года рождения из села Чапаевская. По информации МЧС, тело погибшего было извлечено из воды спасателями. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, допрашиваются свидетели, просматриваются камеры видеонаблюдения. Расследование продолжается. А в Малокарачаевском районе, вблизи населенного пункта Красный Курган, упал легкомоторный самолет. На борту находились два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Для ликвидации последствий происшествия была привлечена группировка сил и средств МЧС Республики. По информации Минздрава Республики, второй находившийся на борту при падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии пассажир скончался в больнице. Минераловодским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Завершается первый этап приемки образовательных учреждений Черкеска к началу нового учебного года. Межведомственная комиссия оценила готовность примерно десятка городских школ. О том, на что обращают внимание специалисты различного профиля, в сюжете корреспондента Артура МХЦ. Специалист Росгвардии проверяет состояние системы видеонаблюдения на территории 18-й гимназии Черкеска, введение журнала посещений, то есть все, что связано с обеспечением безопасности педагогов и их воспитанников. Большое внимание уделено именно безопасности в связи с новыми ситуациями, с новыми реалиями нашей жизни. Это вот у нас Росгвардия. Проверяется работа прежде всего антитеррористического комитета и со всеми связанными ситуациями, которые это журналы, журналы оповещения, работа, кнопки тревожные. И это лишь малая часть тем, которые интересуют представителей городской межведомственной комиссии по приемке детских садов и школ перед началом нового учебного года. Ранее сотрудники нескольких профильных ведомств оценили готовность всех дошкольных учреждений Черкеска и примерно половины общеобразовательных организаций. Теперь посетили оставшиеся школы. Впрочем, по мнению экспертов, чаще всего нареканий к таким объектам не возникает. А если они и есть, время на устранение недочетов имеется. Как правило, школы и детские сады готовы к этому полностью, так как это проводится проверка ежегодно. Ребята и люди знают, чем это заниматься в этом вопросе. Ну а наша задача смотреть. И если есть какие-то мелкие недоработки, недостатки, значит, у нас еще есть время в течение всего августа, чтобы эти нюансы все исправить и поправить. К чему у членов комиссии точно не было претензий, так к состоянию медицинского кабинета в здании 20-й школы, где сейчас квартирует коллектив 5-й гимназии. Мы сейчас находимся в данном кабинете, который вообще соответствует всем санитарным нормам. Оборудован он тоже по стандарту. Мы очень бы рады были, чтобы это все было у нас во всех школах, но, к сожалению, у нас очень много приспособленных школ. Вот данное здание и данный вот этот медкабинет, где имеется отдельный процедурный кабинет, где проводятся процедуры, но и по приему и оказанию просто амбулаторной помощи. В состоянии пищеблоков, электрощитовых, коммуникаций, кабинетов – это лишь малая часть того, что также подлежит проверке. Затем эксперты письменно оценят степень готовности учреждения образования, дадут необходимые рекомендации, чтобы предстоящий учебный год все школы и детские сады Черкеска провели на должном уровне, с комфортом и соблюдением всех мер безопасности. Артур Мухцемиха Кракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии продолжается ремонт автомобильной дороги Ост-Джигута-Терезе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Работы на участке Ост-Джигута-Терезе стартовали в прошлом году. Тогда же и был завершен ремонт дороги протяженностью 6 километров и введены в эксплуатацию два моста. Новый через реку Джигута и капитально отремонтированный через реку Кума. Как сообщил глава республики Рашид Семрезов, в этом году в регионе будут отремонтированы еще 10 километров дороги. В ауле Карджурт Карачаевского района чествовали представители рода Хачировых, которые совершили восхождение на восточную вершину Эльбруса. Шесть человек, среди которых и девушка, вышли в путь 23 июля в 2 часа ночи со стороны штурмового лагеря. И рассвет того же дня команда встретила уже на высочайшей вершине Европы. Слова благодарности и восхищения выразили собравшиеся восходителям. И от фамильного совета рода Хачировых вручили благодарственные письма Тимирлану, Марату, Артуру, Руслану, Мариане и руководителю экспедиции Мурату Хачирову. Отметили в этот день и представители рода, которые защищают интересы родины, участвуя в специальной военной операции, а также победителя этапа Кубка мира по грэплингу Хамида Тохтаровича. Уважаемые присутствующие, позвольте присоединиться к поздравлениям, которые здесь были сказаны 195 лет тому назад. Официально первое восхождение на самую высокую вершину Европы и России совершил Хачиров Хейса, которого называют Килар. Каждый год, особенно в юбилейный год, спасибо большое Хачировым, они организовывают вот такого рода мероприятия, чтобы мы не забывали нашего первого восходителя. Вот этот, вот эта медаль, это было в 2009 году, да, к 180-летию. Это было в 2019 году, когда мы открывали этот памятник. Поэтому здесь много тех, кто был в то время, но сегодня здесь его нет, от всех их большое вам спасибо, всех благ, чтобы все было у вас хорошо и чтобы мы чаще собирались по вот таким вот мероприятиям. Что я хочу сказать, мы давно планировали восхождение, в этот раз мы решили идти нестандартным маршрутом, маршрут был очень тяжелый, с седловины на восточную вершину, снега было очень много, но молодцы, все выдержали. Я приятно был удивлен Марианной, она обогнала практически всех наших мужчин, шла за гидом, наступая гиду на пятки. И также мы на вершине, ну, возложили флаги, сказали пламенную речь, очень обрадовались, что зашли. И, конечно, в первую очередь, хвала Всевышнему, что мы поднялись и хвала Всевышнему, что мы спустились. Спускались мы также по очень нестандартному маршруту, так называемая мотоциклетная площадка такая, мы спускались очень по такому сильному склону. Ну, хвала Всевышнему, все дошли, все с задачей справились. Хотел бы вообще выразить благодарность, конечно, в первую очередь Мурату за вот это событие, ну, прямо скажем, неординарное. Вот представьте, группа, вот только Хачировы. Единственное, в ней был один человек, не Хачиров, спасибо ему, проводник. Ну, уж извините, город такое дело без проводника никак. Хотя в нашей группе опытные альпопроходцы, вот, и Мурат, который уже несколько раз был на вершине на Эльбрусе, и Артур, который был, ну, правило есть правило, поэтому мы подчинились им. И с нами был еще и проводник. Сотрудники госавтоинспекции Межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский провели профилактическую акцию «Юный велосипедист». Цель мероприятия, как поясняют организаторы, упреждение ДТП с участием велосипедистов и так называемых средств индивидуальной мобильности, которыми преимущественно пользуются самые юные участники дорожного движения. Ахмат Халкечев подробнее. На главной площади Карачаевска непривычно много детей. Это самые юные участники дорожного движения на личном транспорте съехались на необычный урок безопасности. В этот раз ликбез по ПДД полицейские решили организовать на открытом воздухе, где есть возможность практического применения вновь приобретенных знаний. Инспекторы напомнили юным велосипедистам и самокатчикам о безопасной езде, как правильно переезжать, переходить дорогу, как правильно себя вести на проезжей части. Это очень важное правило, потому что не все дети, к сожалению, знают эти правила. Не все дети, к сожалению, знают, как правильно переходить проезжую часть. Полицейские, общаясь с юными велосипедистами, разъяснили детям основные правила дорожного движения при управлении двухколесным транспортом. Большая часть урока безопасности была в формате увлекательных игр и викторин с тематическими заданиями. Интересно было, что ты уже не вытеснялся? Да. А почему? Ну, мне удалось узнать, я повидал разные знаки. Например, узнал, что они обозначают. А сложные задания были? Да. Ну, не прям. А вот ты доезжаешь на велосипеде от пешеходного перехода, что ты должен сделать? Я с него слезаю и потом перехожу. Также главный пропагандист госавтоинспекции межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский Диана Джужуева напомнила ребятам, что движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться исключительно на дворовых территориях и в пределах велопешеходных зон. Ну, а при движении в темное время суток или в условиях плохой видимости необходимо сделать себя более заметнее с помощью светоотражающих элементов. Ахмат Халкесчев, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. И снова первые юные шахматисты Зарина, Зимфира, Зураб, Ибрагим и Ислам Айбазов из Узжигуты пополнили домашнюю копилку наградами с первенства Карачаева-Черкесии по шахматам, где ребята заняли 4 первых и 1 третье место в своих возрастных группах. О своем увлечении интеллектуальной игрой, впечатлениями с первенства и планах на будущее шахматисты поделили с нашей съемочной группой. Пандемия коронавируса, которая поделила жизнь всей планеты на до и после, повлияла и на жизнь многодетной семьи Айбазовых, но, к счастью, положительно. Во время карантина глава семейства Мурат Абукович начал учить детей играть в шахматы и результаты превзошли ожидания. Месяц-два и получилось так, что Зураб, ну старший Ислам и средний сын Зураб начали меня обыгрывать. Ну, стало интересно. Был знаком Захарупала Иван Георгиевич, тренирует тоже в Карачаево-Черкесии. К нему Зураба я привел, он сказал, да, способности есть. У него чуть-чуть потренировались, потом Михаил Юрьевич, такой тренер есть, у него потренировались. Ну, шел рост, в принципе, какие-то успехи изначально у нас были. Юные шахматисты Айбазовы начали участвовать в турнирах, которые проходили не только в черкесские регионах СКФО, но и в Костроме, Ярославле, Москве и не только. И домашняя копилка медалей стала пополняться, и это только часть этих наград. Младшая дочь Зарина в эти выходные участвовала в первенстве республики среди девочек до 13 лет и победила. У меня был бай, но бай не считается, не считается как бал. Во второй тур я играла с Бардаковой Аминой, с ней я сделала ничью, а следующую я выиграла. Она тоже следующую выиграла, и у нас был... Потом мы, когда прошли туры, мы начали играть на первое и второе место. Я два раза выиграла ее. Заняла девочке до 13 лет первое место. В этом региональном турнире участвовал и Ибрагим. На первой статистике я провел 45 партий и на всех одержал победу. Молодец. А мечта какая теперь в дальнейшем? Продолжать одерживать победу? Да. Какая мечта? На слайд госместе. На улице играешь? Мяч, футбол или в основном шахматы? В основном шахматы. И старшая дочь Зимфира Айбазова стала чемпионкой по быстрым шахматам среди девушек до 17 лет. Я с ними играла каждый год, но сегодня не... ой, то есть в этом году не было сложнее. Кто кумир твой в шахматах? Ну, Магнус Карлсон и Ян Непомнящий. Я хочу, чтобы Ян Непомнящий стал следующим чемпионом мира. Следите за их игрой, да, когда показывают? А я их партии не так анализировала, просто смотрела. Ну, там, окончание позиции. Хочется быть как они? Конечно, хочется быть как они. А самый перспективный шахматист в семье Айбазовых – это средний Сензураб. У него есть победы над гроссмейстерами и действующими мастерами, и дома он тоже чемпион. Мат. Юный шахматист Зураб будущее распланировал. Я хочу стать чемпионом мира по шахматам. Сначала чемпионом России, а потом чемпионом мира стать. И вот расскажи, когда примерно ты планируешь реализовать свою мечту вот эту? Сначала я хочу гроссмейстером стать где-то в лет 16-17 примерно, а чемпионом мира лет 20. Это максимально, что я хочу. Возможно, притяжение к шахматной доске приведет этих детей к успеху, и они войдут в список международных гроссмейстеров. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево, Черкисия. А далее эфир продолжит интервью художественного руководителя пограничного ансамбля ФСБ России Андрея Капралова и сотрудника пограничной службы Сергея Корлюкова. С ними встретилась Мадина Каракетова. Субтитры создавал DimaTorzok